Привет, друзья! Вы на канале Напчане, с вами Наташа. 2 октября 2020 года около 8 утра и мы с вами находимся на центральном городском пляже. И первое, что бросается в глаза, это отсутствие горизонта сегодня. Море сливается с небом, настолько серое утро, настолько оно туманное. Смотрите, город в туманной дымке. Влажность воздуха сейчас в Анапе около 80 процентов. Обильные осадки прошлые 2 дня сделали свое дело. Ну и, конечно же, постепенное снижение температуры тоже. Море отдает тепло, и вот мы наблюдаем такой эффект тумана. Температура воздуха в этот утренний час около плюс 15 градусов. Я бы не сказала, что холодно. Но это знаете почему? Потому что я оделась хорошо. Я одела сегодня такую достаточно теплую куртку. Могла одеться, конечно же, полегче, но решила, зачем сжаться в эту промозглую, сырую погоду, когда можно одеться так, что ты не будешь вообще ощущать холода. По прогнозу было сегодня как-то неопределенно. Одни из прогнозеров показывали дождик сегодня небольшой. Кто-то показывал отсутствие сегодня дождика, дождика, но по факту вот на данный момент небольшой дождичек, но идет. При этом часть города освещена лучами солнца утреннего, поэтому есть надежда, что дождик непродолжительный. По прогнозу сегодня днем переменная облачность и температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. В общем-то можно сказать, что прошедшие дожди, ливни в предыдущие два дня знаменовали такую настоящую по погоде осень, потому что, как вы знаете, сентябрь не очень был по погоде похож на осень, больше на летний месяц, но теперь уже точно, точно осень. Если смотреть на прогноз в перспективе, то выше плюс 22-23 днем уже не ожидается. Исполняющий обязанности главкурорта Василий Швец избран главой курорта. В общем-то это не новость, это традиционный сценарий, когда назначенец края на должность исполняющего обязанности курорта становится в итоге главой курорта. Такой сценарий под названием «Никто кроме нас». Когда речь идет о представителях партии «Единая Россия», то без разницы, кто из них во главе. Результат – один и тот же недостаточное обеспечение элементарных потребностей жителей и гостей курорта на фоне красивых обещаний. Вот и теперь Швец обозначил, что со своей командой будет работать так, что Анапу ждут качественные, разительные изменения во всех сферах. Когда один глава курорта за другим не справляется и не дотягивает до планки, которую сами же себе ставят, то очередные многообещающие речи воспринимаются исключительно как многообещающие речи. Но будем наблюдать. Также в Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности до 16 октября. Когда мы говорим о режиме повышенной готовности, то это значит, сохраняется масочный режим. Это нужно пребывать в масках в общественных местах, в общественном транспорте. Это запрет культурных, развлекательных мероприятий. Это запрет на деловые сборы людей больше ста человек. А также людям, пенсионерам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Что же я смотрю по факту? Вот если я открываю новостную ленту на сайте администрации, что я вижу? Депутаты Анапские на очередном совете, на том, где был избран Василий Швец новым мэром Анапы, все без масок. В Краснодаре проходит агропромышленная ярмарка, кубанская ярмарка. Это достаточно такое тоже мероприятие с большим посещением людей. Смотрю по фотографиям люди без масок. День пожилого человека отмечался. Депутаты с творческими коллективами ходили, поздравляли анапских пенсионеров. Да, сами они были в масках, но ведь пенсионерам же по предписаниям режима повышенной готовности вообще прописана самоизоляция. Вот и, друзья, смотрите, что такое режим повышенной готовности? Мне непонятно. Вроде бы какие-то предписания, запреты, рекомендации, но даже сами представители власти, как мы видим, не соблюдают свои же предписания. И еще я буду долго вспоминать карантинные ограничения в марте и в мае этого года, из-за которых мы не могли посещать набережные и пляжи Анапы. Казалось бы, весенние месяца, и по сравнению с летними месяцами, когда в Анапе было такое количество людей с разных уголков России, все они были большой толпой на пляжах Анапы, без масок, естественно. Общественный транспорт, мало кто был в масках. Общепит. Ну, даже по тем интервью, которые Максим брал у отдыхающих, да, все они говорили, что не испытывают никаких ограничений. И вот смотрите, при такой массовости летней, да, во время курортного сезона, уровень выявленных зараженных был все время примерно одинаковым. На протяжении всех этих месяцев один-три человека в день, и то далеко не каждый день. А весной, когда численность людей, находящихся в Анапе, была значительно меньше, чем летом, мы сидели дома, спрашиваются, почему? Ведь опасность заражения была значительно меньше, чем в летние месяцы. Несколько дней назад в магазине «Магнит» на кассе мне сказали надеть маску. Ну, как маску там у них на кассе, какие-то тряпочки с прорезями. Я категорически отказалась участвовать в этом абсурде, потому что по самому магазину я ходила без маски, в кассу в очереди я стояла без маски. До этого дня на протяжении нескольких месяцев никто ничего не требовал от меня в магазинах надеть маску. И тут вдруг наденьте маску. То есть я должна была дежурно, как-то прикрыться маской, что якобы я исполняю какие-то предписания. И вот на фоне такого непостоянства и такого нечеткого соблюдения ограничительных мероприятий создается в сомнении целесообразности этих ограничительных мероприятий, начиная, как я уже сказала, с тех весенних месяцев, когда нам, жителям Анапы, элементарно запрещалось быть у морюшка. Ну вот, вот, слово за слово, шаг за шагом вдоль берега моря и постепенно распогаживается, тучки рассеиваются, солнышко все больше ощущается и мне уже кажется, что у меня перебор сегодня с одеждой. Так что заканчиваю свой репортаж и иду домой, чтобы совсем не запариться. Да. Вот видите, еще вот такая дилемма, как одеться рано утром, чтобы не было холодно, и потом, когда уже начнет теплеть, постепенно, ближе к полудню, не было жарко. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Мы с Максимом будем держать вас в курсе всех событий Анапы, а также вы будете знать, какая погода в Анапе и какое морюшко в Анапе. Будете получать приветы морские из Анапы. С вами была Наташа. Еще обязательно увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok